В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги этого дня. Очередное псевдоминирование в Одессе. Сообщение о взрывчатке на бывшем заводе Краян. После обеда проверяли правоохранители из Дании. Эвакуировали 70 человек. Кинологи и взрывотехники обследовали территорию, однако опасных веществ и устройств не нашли. Разворовывали сейфы с миллионами гривен. Правоохранители задержали пятерых участников преступной группировки сразу после совершения ими очередной кражи. Мужчины в возрасте от 30 до 40 лет проникали в офисные помещения предприятий, заводов, торговых объектов и агрофирм. Оттуда похищали особо крупные суммы. Иногда выносили даже сами сейфы. Все это делали в масках, перчатках и специальными принадлежностями. В настоящее время правоохранители установили причастность группировки к серии краш на территории Николаевской области и не менее 20 в других регионах. Под час проведения следственных действий у фигурантов правоохранителям было вылечено специальное снарядение для сломания дворов, грошевые деньги, которые злоуминовники встыгли уже поделить между собой. А у двух затриманных еще и было вылечено оружие и гранаты. Все вылечено следственные правила на проведение экспертизы. Так называемого смотрящего его подельника разоблачили в Одесском СИЗО. Правоохранители, по данным полиции, 40-летний гражданин одной из стран Закавказья получил статус смотрящего в пенитенциарном учреждении. Все благодаря поддержке криминальных авторитетов вместе с сообщником. 33-летним одесситам они следили за соблюдением законов преступного мира. А еще требовали от последственных деньги за выдуманные долги. Мужчинам сообщили о подозрении в вымогательстве. Одесситу грозит до 7 лет за решеткой, иностранцу до 12. Дворовый пес едва не разорвал Чихуахуа во дворе на атамана Головатого, 12 местные. Говорят, собака уже давно бросается на людей, и ее владелица совсем не следит за животным. Добавляют, правоохранители, которым обращались за помощью, предлагали решить проблему с четырехлапом самостоятельно. Однако сегодняшний инцидент заставил полицейских посетить этот двор снова. Чем завершилась эта история, смотрите в следующем сюжете. Речь идет о собаке, которая уже полтора года живет во дворе на атамана Головатого, 12. Местные говорят, пес агрессивный покусал уже немало жителей двора. А сегодня утром чуть не загрыз соседского Чихуахуа. Спасла животное его хозяйка Наталья. И она схватила, я просто даже не увидела, когда она схватила. Я услышала писк, и я уже бросилась к собаке тогда, когда она затаскивала мое животное к себе туда, в дом. Он уже был в полусознательном состоянии. Я бросилась к ним домой вытаскивать из этих ужасных челюстей животное свое. И она меня, конечно же, кусала, собака. Теперь Чихуахуа в реанимации в тяжелом состоянии. Медики до сих пор не уверены, выживет ли. Ведь животное до сих пор не пришло в себя. Муж Натальи Юрий говорит, однажды пес набросился и на их сына Сашу. Но, к счастью, мальчика тогда успели спасти. Мама просто с собой закрыла маленького ребенка, чтобы собака не укусила его. Обращались неоднократно в полицию с заявлениями. Полиция сказала, что это не в ихней компетенции решать вопрос с собаками. Решайте это другим путем. Как бы намекая на то, чтобы отравить, я не знаю, что ли. С мамой приходили с музыки и она набросилась. Женщина, которую местные называют владелицей агрессивного пса, утверждает, это не ее собака. Якобы животное просто заходит к ней время от времени в гости. Дверь открытая, потому что я не знаю, что собака. Может, кто-то придет и будет спрашивать. А, то есть это не ваше все? Ну, говорю, это не моя, как я могу убить за 16 тысяч волка себе? Моя собака мой гость. Моих, может быть, знакомых собак. Однако материны настаивает, собаку мало кормят. А соседи издеваются над ней. Именно поэтому она настолько агрессивна. Ее не кормят, а получается так, что когда не кормят, она злая. Да, поняли? Поскольку инцидент привлек внимание СМИ, полицейские снова посетили этот двор. На место вызвали и муниципальную службу обращения с животными. Коммунальщики забрали пса, но предупредили, вероятнее всего, в ближайшее время им придется его вернуть. Пока что она побудет у нас. Полиция сейчас решает вопрос с тем, куда ее дальше передавать кому. Потому что по закону мы обязаны вернуть животное на то место, где оно отловит. Так как собака вакцинирована, стерилизована, куда-то перемещать ее мы не имеем права. Однако в этот раз полицейские пообещали все-таки найти приют для многострадального животного. Вопрос лишь в том, удастся ли им это сделать. Евгений Миглей, Валентин Мирза, 7 канал. Вдвое больше медицинского кислорода, чем раньше будет производить Одесский припортовый завод для больницы области. Напомним, ранее ОПЗ обеспечивал Одесскую область шестью тоннами кислорода. Добавлю, количество производимого газа в дальнейшем может меняться. Мы определили, что на две недели мы просим принять дополнительно рабочих на работу, включить цех, обеспечивая на это время дополнительный объем электроэнергии. И полагаем, что если мы выйдем с периода, когда такое интенсивное потребление кислорода, связанное с ростом заболевания, то через эти две недели он перестанет давать 12, будет давать только 6 тонн. Если эпицитуация не улучшится и потребность в большем количестве кислорода останется, чиновники обещают продлить соответствующие соглашения. 32 протокола за нарушение противоэпидемических мер в учреждениях области составили представители Госпродпотребслужбы. Впрочем, это данные только за прошлую неделю. Тогда проверили 678 объектов, в частности, рынки, магазины, заведения общепита, школы, садики и так далее. Больше всего нарушений выявили на объектах продовольственной и непродовольственной торговли. Какие самые порушения? Это не обеспечено централизованность сбирта, утилляция использованных способов индивидуального защиты, не проводился температурный скрининг перед началом работы, не было организовано место обработки для обработки рук спиртомистым антисептиком, не были, неправильно носились маски. Всего за 2021 год представители Госпродпотребслужбы вместе с полицейскими проверили почти 1900 заведений. Общее количество админпротоколов достигло 99. Чиновники Одесской облгосадминистрации вместе с полицейскими провели рейд в Доброславе, проверяли, соблюдают ли местные предприниматели карантинные требования. Основной акцент сделали на непродовольственных заведениях, которые могут работать только при полной вакцинации работников. Отмечу, такие меры направлены на противодействие распространению коронавирусной инфекции. В ходе проверки оказалось, почти во всех заведениях Доброслава соблюдает требования красной зоны. Работники имеют сертификаты о вакцинации, а в торговых залах есть антисептики, одноразовые перчатки, а еще нарисованы линии, которые помогают покупателям соблюдать необходимую дистанцию. Нарази сегодня мы видели сертификаты у всех, кто в ДИИ, кто в бумажном варианте. В принципе, реагировали адекватно. Люди понимают, что это достаточно страшная болезнь, где-то немного перелаканы, но, проведясь сегодня с некоторыми работниками разъяснили на работу. Думаю, процесс вакцинации прискорится. Отмечу, такие проверки в Одесской области будут продолжаться. Новые правила парковки начали действовать на улице Черняховского. Утром инспекторы только предупреждали водителя, а после обеда начали штрафовать. Какие знаки появились и как реагируют на изменения водителя, смотрите в сюжете Татьяны Фоминой. Вчера здесь можно было ставить так, сегодня уже делать так. Завтра вы придумаете что-нибудь новенькое и опять водитель обязан следить за дорожной обстоятельностью. Сергей возмущен из-за штрафа, который только что получил. Мужчина говорит, припарковался утром, когда приехал на работу. Никаких предупреждений о нововведениях не получал. Дармоеды они просто. Понимаете? Это не надо не здесь делать, это надо во всем городе делать, если так уже пошло. А у нас нашли место. Поверьте мне, что это первое время. Последние восемь месяцев одесситы жаловались на ремонтные работы и постоянно парализованное движение. Но в департаменте транспорта отмечают нововведения напротив должны разгрузить Черняховского. Установлены вспомогательные таблички, которые указывают способ постановки транспортного средства. Практически по всей улице Черняховского, где установлены эти знаки, способ постановки будет вдоль тротуара. До обеда мы предупреждали, ходили, предупреждали водителей о том, что изменена схема постановки транспорта. После обеда мы стали уже применять административные санкции. За последний час штрафовано около 30 автомобилей. Инспекторы по парковке отмечают, будут работать здесь, пока водители не адаптируются к новым правилам. Когда автомобили паркуются под кутом до тротуара, они перекрывают в одну полосу и тут целый день стоит пробка. Мы какой-то час попрацуем, и люди начнут звукать. У нас такая проблема, люди не видят знаки с табличками, но не понимают, что они обозначают. Сегодня у нас были такие вопросы от людей, а что это такое? Это платная парковка? Напомню, на реконструкцию улицы Черняховского потратили 56 миллионов гривен. Стала улица шире, появилась велопешеходная дорожка, появились скамейки, уличная мебель, новые полностью все опоры освещения появились и новые светофоры. Но одесситы остались недовольны проведенным ремонтом. Говорят, пробок стало только больше. Должны были службы, которые проектировали эту перестройку, хотя бы понаблюдать за улицей, как ходят люди, где они переходят, как пользуются. Из этих расчетов уже делать планировку. Здесь машин всегда много. Но это сельфо, оно пользуется спросом. Прокуратура, туда очень много машин. Надо было продумать парковку. Нельзя говорить, припаркуйтесь за три квартала где-то там и пройдитесь пешком. Выезжаешь на машине, сразу у вас знак, а ты уже по привычке заезжаешь за угол. Там уже сидят и ждут дай денег. В общем проблема. Мы взяли и сузили дорогу вот так вот. Зачем сузили дорогу? Тут было две полосы, там было две полосы, а сейчас получается, что вот это вот все заняли, вот так вот машины стояли. Зачем? Зачем вот это сделали? Я не могу понять. Сейчас будут пробки, пробки, пробки потери бензина будет задымляться, вот эти люди будут дышать этими газами из-за этих пробок. Я понимаю, для чего это сделано. Для того, чтобы собирать штрафы и пополнять бюджет города. Как бы то ни было, а водителям, которые будут парковаться не по новым правилам, придется заплатить 340 гривен штрафа. Если сделать это в течение 10 дней, можно сэкономить половину, то есть 170 гривен. Татьяна Фомина, Денис Ларко, Седьмой канал. Итак, мы увидели этот день корреспонденты Седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш Седьмой канал. Непременно увидимся. До скорой встречи.